В заключительной игре третьего тура чемпионата Беларуси по мини-футболу обладатель кубка и суперкубка страны Дорожник принимал гомельский клуб ОБЧ. Что из этого получилось, расскажет Антон Ковальчук. Футбольный вечер выдался на славу. Вот правда футбол был не большой, а мини. Зато не матч, а самое настоящее сражение на паркете. Обе команды стартовали в родном чемпионате не лучшим образом. Однако, в отличие от минчан, команду из Гомеля винить в этом не стоит. Совсем недавно, на радость своим болельщикам, футболисты БЧ стали чемпионами мира среди железнодорожников. В дебюте игры счет открыли хозяева. Но еще в первые 20 минутки гомельчане сумели отыграться. На протяжении встречи мяч не раз с грохотом попадал в перекладину, заставив хвататься болельщиков за головы. Во втором тайме команды еще по разу сумели огорчить друг друга. Итог 2-2. Я считаю, что где-то моментами мы владели инициативой. Инициатива после приходила к соперникам. Они приехали сюда без очков. Им тоже нужно было очки набирать. Команда-то хорошая. Минский дорожник положил себе в карман только один балл, тем самым не сильно поправив свое турнирное положение. Железнодорожники, к удивлению многих, ни в чем не уступали сопернику и по праву увезли ничью из Минска. Десятки блокированных ударов и нарушений правил борьба была бескомпромиссной. Получилась игра закрытая. Не особо много моментов, как и у нас, и у них. Но территориальным преимуществом владели больше мы. И считаю, по ходу игры два раза выигрывать должны были доводить игру до победы. Приятно, что на трибунах было немало как молодых, так и болельщиков постарше. Антураж матча и зрительский интерес прилично заводили ребят из обеих команд. Борьба в национальном чемпионате накаляется с каждым туром. То ли еще будет.